Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика Фуберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали. Огромный пакет просто пустышек, очень много их, так что заваривайте себе чутиок, готовьтесь слушать долго. Кофе. Целых три банки, девчонки. Раз, два, три. У меня муж что-то забраковал этот кофе, я пью себе, пью, ничего не замечаю. Это у нас с вами Доброе утро, которое без добавления молотова, обычный растворимый. Артикул его 160-48, кто-то поговорил, что его снимают. Вообще вся еда пропадает, да, как-то снимают это все дело. Много чего снимают. И вот пью, пью, как-то не замечаю, и две ложки кладу, две ложки с горкой. И что-то я не ощущаю уже той бодрости, которая была, когда кофе только появился, да. Но вот нет ее от слова совсем практически, сколько ни насыплем. Поэтому ему же не фу, что ты его все покупаешь, это вообще не кофе. В общем, мы с него сошли, да. Он был гораздо лучше, в последнее время испортился. Не знаю, почему так. Доброе утро у меня, да, все три, по-моему. Добрый день, там с добавлением молота. Нет вот этой крепости, какой-то вот непонятный стал порошок в последнее время. Очень жаль, на самом деле. Так, две пачки, по-моему, да, салфеток Petty Tales. Я вам уже много раз про них рассказывала. Артикул 308.04. Очень хорошо убирают пятна с обивок, с диванов, с одежды, с ковровых покрытий каких-то. Просто замечательно, изумительно. Даже кровь. Да. Если на свежее пятно, то прям вообще все на ура. Даже если длинный ворс у ковра, у меня справляются замечательно. Крестюшка заляпает, я быстрее убираю. Все отлично, все нормально, поэтому всегда в доме есть. Это такая у меня палочка-выручалочка. Здесь 30 штук хватает надолго, ну, смотря какие загрязнения, как говорится, да. Вот. Все средства из этой серии очень хороши для обивок, для ковров, для устранения пятен. Мне они нравятся гораздо больше, чем пятновыводители Фаберлика, гораздо больше, чем салфетки для выведения пятен. Соль. Недавняя новинка, новогодняя, да. Love the moment. Соль с пеной для ванн. Артикул 29.46. Здесь 100 грамм. Ну, это действительно такое баловство, потому что мы ее пробовали и так, и сяк, и через косяк. Да, когда в пустую ванну насыпаешь, прям под струю воды, она немножко пенится. Пена очень быстро пропадает. То есть, как пену смысла брать нету этот продукт. Как соль здесь много различных добавок. Поэтому это просто баловство, да. Скорее всего, я покупку больше не повторю. Мне гораздо больше нравится брать соль других производителей, которые без примесей, например, для Крестюшки, чтобы для всей семьи подходило, да. Которая имеет в составе магний. Ну, в общем, нет. Это так, баловство, поиграться ребенку. И то она у меня стоит вот несколько штук еще запечатанной. Крестюшки, рука к ней не тянется. Так, целых два. Так, кондиционера ультра, кондиционера бальзама для белья Сенситив. Это единственный кондиционер бальзама. Он делает белье, на мой взгляд, самым мягким из всех. Артикул 118-56. А здесь легкая, приятная, цветочная душка. Мне напоминает еще вот зеленушечку, зеленый чай. Она достаточно легкая. На свежевыстиранном белье она ощущается, но не сильно. А на высохшем вот легкий такой деликатный, очень приятный запах. Хорошая такая нежная душка. Поэтому устраивает во всем. Дальше средства для мытья посуды. Это у нас с вами сочный грейпфрут 0+, артикул 398. Нравится. Я их все периодически чередую, потому что хочется периодически менять вкус, запахи, ароматы и так далее. Все неплохие. Иногда от партии к партии может прийти пожиже, иногда погуще. Но я никогда не разбавляю, заливаю в диспенсер и пользуюсь. Вообще все отлично, хватает на долго. Так, дальше. Влажная туалетная бумага, обычная, не детская. Это у нас с вами артикул 304-00. Нравится. Здесь сколько? 40 листов. Она смываемая. Но теста в Дзене на этой бумаге мы с вами проводили. Кто не видел, можете пройти посмотреть. А так в целом все отлично, все хорошо. Иногда покупаю, чтобы пальчика вот так лежала, знаете, на всякий случай. Дальше интимка, луника. Она мне никогда не нравилась, честно говоря. А тут по распродаже по срокам годности за копейки набралась себе что-то очень много. 26-00. Пользовалась вот ей непрерывно. Здесь где-то 1 треть еще осталось. Выкидываю, выкидываю те, что набрала в запас. Почему? Как она мне не нравилась, так и не нравится. Есть от нее какое-то легкое раздражение, которое имеет накопительный эффект. То есть появилась не сразу, а где-то через месяц после использования дискомфорт, какое-то раздражение. Поэтому мне не нравится одушку серии луника. Поэтому я вот это дело все выбрасываю, больше не повторю. Мне не подошло. Это не значит, что не подойдет вам. Так, дальше. Скаточка. Один из любимых продуктов по уходу за кожей лица – это скатка ОСИУ. Очень классная вещь. 0851. Здесь есть частички, которые полируют вашу кожу, скрабируют, отшелушивают омерзревшие клетки. И в то же время она работает как скатка, то есть скатывается такими катышками и хорошо, очень хорошо очищает поры, кожу. Кожа потом гладенькая, бархатистая. Вот прям как очищающий этап, как этап очищения. Эта вещь просто супер, универсальная и классная. Здесь 100 мл очень надолго хватает этой скатки. Кто не пробовал, обязательно присмотритесь. Так, здесь у нас паста. Я не знаю, есть она сейчас или нет. Фаберлик Бэби. Она появилась. Ее долго не было. Потом появился первый зубик для малышей 0+. Артикул ее 1643. Вот доиспользовала Крестюшка баночку одну, еще вторая. Сейчас в использовании я две взяла. Чистит зубы, пытается чистить зубы. Ну, к ней в принципе никаких нареканий нет. Эта паста очень хорошая, ее многие раньше любили. Вообще вот эта линейка, честно, мне нравится гораздо больше, чем ума. Не знаю почему. Вот гораздо больше. И крем здесь лучше, и подмывашка мне больше нравилась. У кума как-то у меня вообще душа не легла. Неплохие вроде как средства, но не то. Вот это мне нравилось гораздо больше. Не знаю, надо посмотреть, есть паста еще на складе или нет. У них легкая одушка, вкус есть. Балгамский небольшой. Так, еще одна пачка Petitels. Еще одна пачка влажных салфеток, но уже детских. У них артикул 304.01. Очень удобно, если ребенок ходит на горшок, вот такую пачку иметь под рукой. Так, тушь First Class. У меня такой запас, ее штучки 2-3 всегда. И вот одна из них уже, ну не то, что... Ее можно было бы как бы еще продлить, разбавить мицелляркой, там вот эти танцы с бубнами, всякие. Ну зачем? Продукт стоит 150 рублей за скидка консультанта. Вот я буду запариваться, да. Я поиспользовала, взяла новую. И мне кажется, не очень гигиенично пользоваться одной тушью несколько месяцев, да. Повыделывалась, вот сказала. На самом деле просто хочется открыть новую. У меня вот так. Тушь моя любимая. Она всегда у меня на ресницах. 53-72, я вам сказала, да. И в данный момент тоже вот два слоя на ресничках. Я ее обожаю. Тушь коричневая, щеточка фибровая. Раньше я плотно сидела на силиконовых, теперь на фибровых. И где-то через месяца два в среднем, от раза к разу не приходится, вот по-разному всегда. Можно и три месяца красить, а можно и полтора. Она начинает уже красить так, что образовываются комочки. И я уже ее убираю, открываю новую. Вот так. Тушь любимая вообще ни на что не хочу ее менять. И замены не нашла. Она не отпечатывается, она не осыпается, она прекрасно смывается. Она коричневая, она смотрится, естественно, все незамечательно. Гель очищающий для туалета 5 в 1. Артикул 302-93. Хороший гель. У меня все гели Фаберлин для туалета, их несколько работают отлично, замечательно. Я их периодически чередую. Удобный носик. Все супер. Залил, ушел. Через 10 минут пришел с мыла. Если где-то сильно из-за грязни, чуть прошелся ершиком. Все замечательно. Все потрясающе. Жидкое мыло для рук. Лаймовый сорбет. Бьюти-кафе. 25.05. Артикул. Хорошее мыло. Мне нравится лаконичный дизайн вот этих баночек пузырьков. И то, что здесь она такого салатово-зеленого цвета. Мылится сама. Смотрится красиво. Мыло пахнет вкусно. Руки моет хорошо. Что, собственно говоря, еще нужно нам от мыла с вами, да? Это концентрированное моющее средство цветущая липа. Мое практически любимое средство серии дом. Артикул 302.17. Потому что здесь аромат липы и свежескошенной травы для меня. Я его обожаю. Я обожаю, когда цветет липа. Вот этот аромат зелени лета. Он просто восхитительный. Он абсолютно не остается, когда мы наливаем его в тазик и моем с ним полы. И не чувствуется в доме. Но все равно я его люблю. То есть за собой одушки это средство никакой не несет. Но моет полы прекрасно. Без разводов. И ламинат на прошлой квартире у нас был, да? Никаких разводов с ним. Также мыло. И в ноле все отлично. Все замечательно. Надолго тоже очень хватает. Кетчуп. Кетчуп не чай. Family Club у нас с вами. Артикул его 160.50. Любимый кетчуп нашей семьи. Из томатов черри. Без сахара. С сахарозаменителем. Вкусный, сладенький, приятный. Так. Серий ароми. У меня закончился аромат энероджи. Вот тут опять крестюшку у меня потеряла. Эту штучку. Аромат энероджи неплохой. Но не самый мой любимый. Здесь есть небольшой отголосок таких мужских духов. Мужской парфюмерии. Легкая шипровая нотка. Но тем не менее он классный. Они все классные на самом деле. Но я для себя любимчиков выделила. Потом расскажу. Я все время забываю. Потому что по-русски не пишут. Мандарин фреш вообще написано. Но я бы не сказала, что здесь мандарин. Я его совершенно не чувствую. Я чувствую какой-то мужской одеколон. Но приятно. Приятно. Все классно вообще. Так. Дальше баночки кремов. Давайте с вами посмотрим. Это лав. Который в принципе у меня всегда в запасе есть. Артикул 2608. Это плотный такой увлажняющий крем с лонолином. Который очень хорошо увлажняет и питает. Но допустим. Вот я сейчас нашла для ребенка другую серию. Не фаберлик. Этот хорошо питал и увлажнял. Но вот шелушение у него на ножках. Который был. Не убирал. Они становились менее заметны. Лучше. Но не убирал до конца. А вот крем другой. Который гораздо дешевле он убирает. Поэтому пока в запасы не уберу. Нашла немножко получше уход. Так. Серия морожка. Это маска. Артикул ее попробуй. Найди 0197. Она такая яркая сама по себе. Оранжевая. В основном Ксюшки использовала. Но я ее тоже люблю. Это питательная маска для сухих и ломких волос. Объем достаточно такой большой. Хватает надолго. Хотя вот если брать Ксюшки на волосы допустим. Я им такой банки на три раза. Они у нее длинные. Очень сильно путаются. И их нужно прям обволакивать масками. Чтобы они разгладились. Хорошие. Волосы после нее блестят. Живые. Послушные. Красивые. Нареканий никаких нет. Эта серия вообще мне очень нравится. Так. Дальше. Вот огромный арсенал бата. Поставлю. Наконец. Мицеллярка Вербена. Одна из любимых мицеллярок для меня. Фаберлик. Объем маленький. Правда. 100 миллилитров. 0,972 артикул. Она абсолютно не щиплет глазки. Мне лично. Запах у нее такой. Лимонника. Душечка. Свеженькая. Приятная. Снимает макияж на ура. Вообще никаких нареканий у меня к ней нет. Отличная мицеллярка. Два продукта из трех карбокситерапии. Это первый и второй шаг. Артикул 0,294. Они два продаются вместе. А маска продается отдельно. Люблю эту процедуру очень. Есть у меня на нее отдельные ролики. Мне нравится, как кожа после нее выглядит. То есть, если вы проснулись, вот допустим, помятый, вам куда-то надо, вы хотите немножко в тонус свою кожу привести, слегка ее потянуть, разгладить. Это вот та процедура, которая поможет. Вкупе вместе с маской делаю всегда, потому что тогда вижу максимальный эффект. Первый шаг наносим. Тихонечко массируем лицо. Разносим его по лицу. Наносим второй. Да, второй стал прям совсем какой-то жидкий. То есть, открываешь крышечку, он течет. Поэтому я это все дело делаю над ванной. Сразу подставляю ладонь и наношу на лицо. Несмотря на то, что он стал какой-то жидкий-жидкий и течет, он все равно работает. Работает на ура. Кожа хорошо очищается. Кожа в тонусе после этой процедуры. И выглядит очень привлекательно. Поэтому процедуру эту люблю еще в запасе есть. С тех времен, когда мы с вами за копейки набрали по срокам годности. Уже, наверное, и срок подошел к концу. Но, тем не менее, она все равно работает. Я пользуюсь, ничего с ней не случилось. Скажем так. Так, теперь в многом БАДах давайте по порядку. Секреты Востока. У нас сейчас вообще в компании сплошные БАДы. И частота эта присоединилась. И БАДы из Америки. Артикул 157.10. Здесь 60 капсул. По 2 в день мы пьем. Что хочу сказать. Вот с этим БАДом я чувствую себя хорошо. Сейчас зимой. Вот сейчас вот уже конец декабря. Январь, февраль. Обычно вообще самочувствие страдает. Организму не хватает витаминов и так далее. Под последним роликом про заказ там только такие дебаты по поводу БАДов развернули. Кто-то говорит, нельзя без назначения врача. Надо сначала сдать анализы. Катюшка Батис, если ты меня смотришь, ты вообще герой моего дня. Я полностью согласна с ее мнением, которое она написала, что едите, когда продукты вы тоже анализы сдаете. А вдруг у вас там белка много. А вы сегодня белок съели. Я придерживаюсь тоже такого мнения. Чего мне хочется. Я чувствую свой организм. Я чувствую, что надо, то и пью. Секреты Востока. Они здесь интересный очень состав. Но у них действительно есть противопоказания. Это очень сильный БАД. Девочки писали в Телеграм, что мужчина в своем купиле очень хорошо работает на мужчинах. Хорошо. Просто с ним хорошо себя, бодро чувствую. Высыпаюсь. Вот как-то все хорошо. Поэтому периодически пропиваю. Не на постоянной основе делаю перерывы. Я все периодически. Я постоянно не пью ничего. Я их чередую. Потому что количество БАДов в компании огромное. Я знаю, что многое из них моему организму нужно. Но пить прям горстями нет. Это не моя история. Потихонечку, по порядку. Но стресса. Еще одна баночка в запасе. Вот этот пью второй. Но не всегда пью. Я по одной на ночь, перед сном, после ужина, вот где-то так выпиваю. Не всегда. Когда вспоминаю, пью. Когда не вспоминаю, не пью. Не могу сказать, что что-то там прям вот тут. Но если пить по инструкции, здесь у нас с вами две порции в день, будет еще сильнее эффект. Здесь хорошие витамины для нервной системы, B6-PP. Здесь у нас с вами магний, который тоже очень нужен нервной системе. Здесь у нас с вами мелиса. Потом какая-то пассифлора. Я не знаю, это растение с ним близко не знакомо. Хороший состав, поэтому тоже БАД рабочий. Все отлично. Энзи Пауэр. Тоже классный БАД, который всегда у меня в запасе есть. Артикул у него 157-33. Это что-то типа мизима, что-то типа... Ну, что-то типа мизима, да, панкреатина. Поэтому вот сейчас праздники впереди. Обязательно баночка у меня стоит в запасе. Мало ли что, у кого есть заболевания, какие-то пищеварительные системы, вот эту вещь лучше иметь. Можно тут по две порции в день во время приема пищи. Я вот чувствую, когда какой-то дискомфорт в районе желудка, там еще где-то все-таки желчный вырезан. Иногда бывает. Ну, как вот просто тянет, да, там правое подреберье. Я раз-така хлопнула две штуки. Все, все отлично через 15 минут. Так, энзим Q10 у нас с вами. Артикул. Где? 157-23. К энзим Q10 очень многие хвалят. Я не могу сказать, что я заметила какой-то эффект, но это все-таки БАДы, да, какой-то эффект ты должна заметить. Но вообще для сердца, для красоты этот БАД очень рекомендуют и хвалят. Мастоп. Мастоп. Вообще про мастопные девочки такие оды пили, что заболевания по-женски ни один врач не мог вылечить, а мастоп вылечил. Очень интересно на самом деле. Я пропиваю тоже периодически. Сейчас вот перерыв. 157-24. Артикул он недавно у нас изменился и стал не такого яркого зеленого, а бледно-зеленого цвета. Но обратная связь ответила, что все нормально, как бы так и должно быть. Ничего не случилось с ним. Так, дальше еще один мастоп. Две баночки, оказывается, я закончила. И живица. Вот буквально 5 дней назад закончили с Ксюшкой, в заказе пришла, начали опять пить, потому что сейчас период вот этих вот заболеваний, пандемии, школу позакрывали. Вот фу, нашу семью это миновало. Поэтому живица работает. Я уже давно в этом убедилась, еще когда Ксюха ходила в сад. Мы начали пить ее где-то в 5 лет, к 6 ближе, наверное, по одной штучке. И вот я тогда увидела уже ее эффект. Эта вещь на самом деле классная, вещь рабочая. Сейчас, наверное, ее уже нет на складе 157-28, потому что на нее была акция позавчера. И разобрали всю. Но, может быть, это поставят, потому что вот это, вот это сейчас надо пить. Вот до февраля, наверное, будем пить. Я, знаете, от случая к случаю, а Ксюхе в обязательном порядке сейчас, когда в школу ходила, давала. Сейчас, наверное, на каникулы сделаем перерыв, потом опять начнем. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки были в этот раз. Надеюсь, видео было вам интересно и полезно. Ссылка для регистрации Фаберли, как всегда, под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.